мастерская шикарная у меня здесь мастерская просто прелесть так сейчас я придумаю конечно свое отодвинул глаза открою да кстати говоря не рассказала наша зари пола что хорошо бы следующие из мест который мы будем бесплатно проводить с консу с конкурсом по книжке сделать чтобы кто-то там играет по программе случайных чисел и чтобы она отправила с моей подписью подарок и чтобы там мы раскрыли приемы чтобы было был материал для свет в глазах смотрящего и чтобы это было для следующей книжки для следующей следующей не той которая сейчас будет выходить новая с новыми приемами а совершенно для себя следующий чтобы там был свет в глазах смотрящего как все-таки людям и зрение поправить так ну-ка я возьму краски вот эти вот и посмотрим что получится сейчас возьмем черную и белую черная белая сейчас я вспомнил знаешь а кутагала рановские чужое лицо там один мужик был химиком случайно он себе поджег лицо да кутагала рановские и он тогда взял поскольку у него была любимая девушка он боялся что она увидит его с обожженным лицом он решил себе сделать такую пластику но это было давно давно когда еще не такая пластика была но как химик себе сделал лицо и он тогда думал какое же лицо может понравиться и он размышлял размышлял и сделал себе лицо охотника такое лицо охотника ему так показалось и может понравиться и вот и он назначил свидание и она получила это письмо и шла на это свидание а до этого сейчас и несколько раз как другой человек с чужим лицом с чужим лицом и вот получилось что она шла на это свидание а он уже ревновал потому что как это она встречала с ним а лицо то оно было другое и вот он значит очень ревновал и он назначил ей свидание и стоял там за углом с пистолетом и вдруг слышит ее каблучки ну на этом это кончается но дело в том что он не знал что она ему уже написала письмо в котором она ему написала что так она узнала его по пуговицам которые она тогда ему пришивала а он стоял вот с пистолетом и ждал ее и вот стучат каблучки чужое лицо очень интересная вещь ну я тоже вспомнил еще очень хорошая книжка была колыбелька для кошки кута ванегута почему это вспомнил потому что там была теория баканона философия и также была ситуация о чем думал и что делал в этот вечер человек который забрал атомную бобу которую бросили на нагасаки это черная краска его черное белое сейчас мы все поймем что у нас тут происходит да он оказывается сидел и играл в колыбельку для кошки это вот такие ниточки завязывают дети на него так делали на теперь значит и там есть теория баканону они бакомарничали бакомарничали это значит они садились и 5 пяточками друг другу прикасались тайным образом на люди так как бы было души своей сохраняли человечность стопоминок прикасались друг другу тайным образом потому что нельзя было там это делать ну такая религия была бакомарна и вот значит происходила ужасная ситуация там какой-то парень и ученые придумал лет 9 ну и короче говоря это такая штука знаешь изобретение что если упадет потом вся земля станет ледяной этот мужик там что-то там сидел размышлял потом решил пойти отдохнуть на 5 минут и в этот момент кусочек льда упал ну там по-моему так было ну кто хочет прочитает колыбель для кошки и там написано что каждый человек может устроить себе перерыв но никто никогда не может знать когда он для него может кончиться как раз в это время он напал этот лет 9 и потом так получилось что вся земля стала ледяной но это сегодняшний день хотя куту они гад написал это когда очень хорошая очень хорошая мы сейчас сделаем вот так так кисточку надо все время бумажкой вытирать хотя бы бумажка мне лень лень да а нельзя надо чтоб кисточка была все время свежая чтобы кисточка была свежая и тогда все бывает хорошо поэтому мы могу сейчас возьмем полотенце такое бумажное я рву это полотенце и всегда бывает хорошо когда кисть чистая и никогда вот так из банки нельзя не хорошо это а вот когда честь кисть чистая тогда хорошо я помню там какую-то картину смотрели на выставке и про него написали не про мое про какую-то знаменитую картину и там написали этот божественный серый интересно вообще если читать про этих великих художников про черный квадрат например там пасюков нам рассказывал что окажется этот квадрат он стал черным от того много слоев которую рисовал 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 и дорисовал и зарисовал и поэтому он стал черный квадрат но это философия поэтому потом сказал чтобы после этого все искусство уже закончилось сейчас будет будет сейчас будет результате шедевр естественно потому что я когда решу я всегда думаю что я сделаю шедевр это мне помогает это помогает творить это будет очень интересная картина который потом народ будет говорить это же гениально как он до этого додумался как он до этого додумался это так гениально и так просто что поэтому и в голову не приходит что это просто так надо рисовать так как рисуют дети ни в коем случае не задумываясь что хотите сделать отпускать руку думать о чем вы думаете не волноваться об ошибках так и когда вы думаете о чем думается и делаете как делается ваше бессознательное начинает вам помогать и тогда вы можете сказать когда сделаете шедевр что моей рукой рисовал бог сейчас мы сделаем если вам хотел чтобы я сделал картину которая называется ученые в тупике ученые в тупике я не знаю насколько я тупик смогу нарисовать ученого смогу все это смешно конечно но тысячами мы сейчас некогда вот такие друзья дела развлекается каждый как может каждый хохочет так как он хочет и поэтому я сейчас делаю кое-что оригинальное теперь я понял ритм и песни и стиха и танца теперь я буду петь до самого утра пойдите прочь мадам без вас я так несчастья пойдите прочь мадам без вас я так несчастья и буду говорить слова которые вообще ничего из себя не представляют на самом деле как у стругацких как у кого-то златокудра бодланула бог ничего из себя не представляет мы из себя сделаем ученого ученого который в тупике сейчас сейчас появится такой такой гениальный ученый который всем понравится очень понравится картина будет замечательно там будет у него и задумчивость такая еще все что надо ведь я как болтаю болтаю на самом деле разгружаюсь на самом деле для того чтобы отвлекаться и не заостряться на деталях потому что когда вы начинаете стараться у вас вмешивается ум ваш ваш штамп и стереотипы и комплексы начинают вмешиваться процесс не получается автоматизма движений наоборот получается ошибка потому что природа перестает помогать и вы выскакиваете из потоков о котором говорил чик 7 михаи ну-ка ну-ка еще раз через кент или чексент чексент михаи чексент 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 да да так чексент а чё такое дело я делаю это специальные такие движения здесь производится для того чтобы какой-то он сердит и тебя конечно он тупике ученые в тупике ученый моченый да ученые в тупике сейчас сейчас он будет в тупике таком и все будет очень интересно вот сейчас ученые прическа у него такая современная она даже не представляешь маташа какая она у него будет мощная мощная потому что он будет такой интересный очень интересно самое главное не то что я сейчас говорю что произойдет чудо на глазах потому что чудо это не чудо только художника на полотне а чудо превращения самого художника вы увидите что происходит да сейчас мы так грязной кисточкой рисую так нельзя друзья это урок рисования как нельзя рисовать как нельзя рисовать потому что как очень понравилась моя фраза из моя книжка защита от стресса рельбергу это был кинооператор рерберг который снимал зеркало у торговского так ему понравилась одна моя строчка там было написано только мастер поймет мастера и он показывал своей жизни вали которая играла в фильме метель эту строчку но я тогда не мог понять почему она ему понравилась а потом понял наверно на его чем-то не понимал что я так же написал только мастер поймет мастера очень понравилась звезда знаменитому оператору то есть тоже немножко поправим сейчас мы сделаем смотри какой мы сделаем интересный интересный шаг секунду 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 берем мастихин мастихин облегчает процесс рисования для таких темпераментов мужчин как я а я сейчас должен взять светлую краску вот никогда нельзя чтобы у тебя краски были в разных местах их надо положить наоборот ну как я сейчас потому что у него положить их надо рядочка чтобы не искать рядочком положить положитель дочкам чтобы сразу видеть что все было на глазах чтобы когда ты вошел в поточное состояние чтобы ты сразу чувствовал мне такая лежит и когда ты ищешь чтобы не было такого а где эта краска где эта краска чтоб ты сразу любит найти ну что тебе надо а моя мастеркин помогает да а я вообще рисовать не умею и дальше надо встать они так как я я вот делаю урок как нельзя рисовать надо дальше стоять тогда видно как ему целиком это же теорема гёдера в математике если вы хотите решить вопрос вам надо из него выйти задачи выйти надо потому что находясь самой задачи вы не видите пути решения то же самое в стрессе когда вы находитесь в стрессе вы не знаете как решить задачу надо из него выйти это в математике называется теорема гёдера поэтому надо отойти дальше а теперь скажу интересное интересное заключается в том что можно отойти дальше не тем что ты физически отошел дальше а тем чтобы рассеять взгляд то же самое когда вы думаете о какой-то проблеме вы можете рассеять взгляд вы можете рассеять взгляд но как он начинает становиться рассеять взгляд это тоже самое что отойти дальше от проблемы но мужик все таки с усами лучше чем может без усов о да вот лень лень чашка лень она не дает невозможные вытереть масяки я же вам покажу как не надо делать как не надо делать может быть ему еще а вот наташа молодец мне нужны подмастерья ты у нас писатель ты уже сдала книжку чтобы напечатали нет нет еще не знала а когда ты надо же чтобы все прочитали что у него с глазиком вас это еще более подожди не критикует как женщин на полу бегает рыбы не клюет это старая пословица не критикую никогда не критикует наоборот ты хвали и говоришь и ходе увидели у него класс какое интересное ты делаешь но не конкретно хвали а меня хвали потому что когда ты меня хвалишь допустим крылья растут а когда ругаешь и говоришь то ерунда какая-то хочется взять кисточку бросить и сказать ты что вы в этом разбираетесь вот видишь как нельзя делать как нельзя делать урок рисования еще одну краску вот видишь так нельзя делать надо ряд белые бежевая розовая желтая и постепенно постепенно вот так ряд положить кисточки положить чтобы сразу можно было брать не задумываясь сразу делать они вот так и как я вот так ходить там от линии ну ты же можешь поставить сюда коробку все-таки женщина рядом может помочь может 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 помочь да вот уедет наташа написал свою книгу кто мне будет помогать непонятно вот тогда я смогу рисовать так как мне хочется надо было их разложить не лениться приготовить какой взгляд потому что у него чего-то там не получается сейчас мы ему сделаем чтобы получалось учебник тупике это зеленая да а вот это какая желтая желтая а чего у него нос такой стал желтый ну оранжевый стал а? оранжевый нос стал оранжевый это же живопись мне Рахман говорил а он был один из наших цветников в Москве а он Шахалиев он мне говорил все делает так чтобы было чтобы это была живопись а не краска на заборе надо чтобы интонации много было разных а подшуков сказал а подшуков сказал картина должна быть ну чтобы она была не рисунок не картина на холсте а чтобы она была прямо вышла из картины прямо жизнь такая ну молодец какой подшуков я тоже рисую до тех пор пока жизнь не появится то есть душу надо вкладывать душу а если бы я еще умел рисовать я бы вообще такое нарисовал ну что делать не умеем кто не умеет тот всех изучит правильно же да ну вот какая я цветник а на самом деле я цвета не чувствую такой положить поэтому я ищу цвет на холсте на холсте еще цвет вот у меня на холсте получается цвет я ищу и поэтому у меня такое получается поисковое мышление вообще я считаю интересная вещь что все открытия происходит случайно когда человек к ним готов когда человек к ним готов когда человек к ним готов как яблоко падает на всех но не все же открыли с такой методом когда человек готов когда он вдруг увидит в холосе удачную точку и начинает ее увеличивать у него начинает получаться картина как меня учила зиму там искусствовед у нас есть книжки этот ключ в борьбе со стрессом у нее есть глава я ее попросил давай напиши там несколько страниц как из каляки и маляки детей которые рисуют каляки и маляки если угледеть и развернуть каляку-маляку и подрисовать то получается произведение тамара дочка веков философа зиму на и так же вот есть тест ротшерха когда на страничку капают чернила вот так из ручки раз и окрасилась чернилами и ты видишь там лебедя щуку рака или верблюда этот тест ротшерха и начинаешь их увеличивать раскрашивать то что ты видишь и получается в случайном ты начинаешь замечать какие-то интересные вещи я поэтому делаю хаотично все что мне в голову придет потом начинаю видеть где там что интересное начинаю усиливать и начинает получаться гол а какой он да взгляд наташа у него характерный взгляд для ученого в тупике нет ну это сладкий я не знаю у нас уже скоро 10 процентов заряда останется и мы 34 минуты у нас уже так мы сейчас закончим нам главное нос ему немножко сделать правильнее что мы выйдем на шедевр выйдем на шедевр выйдем обязательно вот как она получается вот так нельзя рисовать какой ученый в тупике ну если там осталось 10 минут мы ему сейчас смотри какое ух ты как в тупик попал чего-то 10 минут нет и говорю 10 процентов заряда есть процентов заряда вот так ни в коем случае нельзя делать вот так нельзя делать вот так нельзя делать слишком смело на слишком смело да друзья то что дозволено юпитеру поэтому вы когда делаете что-то вы делаете правильно а я все делаю неправильно батарея красная батарея красная показывает заканчиваем заканчиваем потом я вам покажу что из нее стала какая она стала пока покажем а сейчас какая она потом стала и так для ислама ученый тупике ну вот и все это все друзья болтал говорил понял